здравствуйте тема наш с вами сегодняшнего урока процессы в неживой природе меня зовут святой дмитрий михайлович я учитель географии и естествознания цель обучения урок это моделировать процессы происходящие в неживой природе такие как горообразование двуеветрия пропорта чистую сегодня на уроке мы с вами разберем и объясним что за процессы которые происходят неживой природе и попытаемся смоделировать исходящий процесс в неживой вообще в неживой природе процесс огромное множество все они конечно же в первую очередь влияет на формирование рельефа вы уже знаете это формы неровности земной побежи и подразделяется на высокие горы низкие горы и равнины горы по своему образованию подразделяется на складчатые горы то есть это первый вариант образовывается вот в процессе их образования получилось название складки именно обговоренная форма лидерриф получается в результате сближения столкновения двух литосферных плит сталкиваясь они тем самым образуя складки на поверхности земли второй вид гор это складчатые глыбовые горы и горы образовываются когда патчет спам и начинает разломаться трескаться и образуя скалы выходного поверхность разломов земной коры все обычно такие горы или самые распространенные у нас в казахстане примерами таких гор являются горы теньшань и алтай третий вид гор это глыбовые гор это старые разрушенные горы образуются в результате разламывания полч горных подлодок на отдельные блоки чаще всего они возникают в результате также вертикальных движений таких как под действием эндогенных сил разломовые разделы глыба могут иметь глубину от 1 до 3 километров и тянутся на несколько десятки километров это то что касается такие процессы горообразования происходит повсеместно всех примерами глыбовых гор прости является северный криппе теньшань и такие как ребят или скилата у чуилийские горы и хребет каратау в казахстане ажимире известные горы сера невада на территории северной америки следующим видом процессов в неживой природе относятся выветривание основа казалось бы выветривание от слова кое-как слово здесь и ветер но выветривание разделяется на три вида это физическое выветривание химическое выветривание и органическое выветривание физическое выветривание подразумевается именно разрушение горных пород действием петра действием климатических условий такие как осадки перепады температур в сути выветривание физическое заключается в том что именно в горные породы то есть камни искали трескать от перепадов температур эти тысячи попадает влага при замерзании она расширяется титричина увеличивает как разрушается горные породы самый распространенный горной породы в результате физического выветривание это 500 химическое выветривание подвергаются рыхлые и мягкие полезные ископаемые способны растворяться в воде растворяться в воздухе именно формы рельефа образовавшие в результате химического выветривания достаточно разнообразно чаще всего это этим примером являются пещеры которые размываются мягкие породы размываются подземными воды и 3 органического выветривания его назвать один или еще биологическим выветривание это разрушение горных пород под воздействием живых организм произрастая на поверхности земли скалах камнях растения них разрушают животные люди даже мы с вами проходя по поверхности земли проходя притаптываем траву оставляя свой свет на земле это как раз тоже будет относиться к процессу физического выветривания следующий процессом происходящим в не живой природе является круговорот веществ огромное множество из уроков и естествознания 5 класса начальник класса вы уже знаете о самом большом круговороте это круговорот в природе также круговорот веществ круговорот углекислого газа кислорода среда обмена между растениями животными круговорот питательных веществ всевозможные потребительские цепочки потребление органических веществ не органических веществ разрушителей производитель и большой круговорот вещества происходящих среди горных пород это образование посадочных горных пород магматических горных пород метаморфические обление кристаллизации метаморфизм происходящие поверхности земли на поверхности в глубине земли действием внешних и внутренних сил это те основные процессы которые происходят на земной поверхности на земле и на все эти процессы неживой природы и создали ту землю которую мы имеем на данный момент процесс горообразования сформировал рельеф процессовые ветри они сформировали как раз уникальные формы рельефа различные холмы сопки низменности даже горную или речные долины тоже без процесса физического выветривания а как раз образе животного и растительного мир это сформировал круговорот веществ природы но у нас вам вам предлагается выполнить несколько тренировочные задания эти тренировочные задания будет моделировать процессы выветки и так первое тренировочное задание это было вам предлагается создать воспроизвести смоделировать процесс горообраза это вам самый простой пример то что можно сделать любых условиях это вам нужны лист бумаги а4 либо двойной тетрадный лист на необходимо положить лист бумаги на ровной поверхности до противоположные края придавить в направлении к середине листа то вы увидите как лист бумаги начинает образовывать складки начинает подниматься образует неровность именно такие процессы происходят и на нашей земле связанные с движением лимфосферных клеток это процесс как раз горообразования второй процесс он помогает смоделировать это физическое выветривание для этого вам понадобится песок щебень фен или маленький вентилятор вам необходимо данные материалы перемешать то есть песок щебень и перемешать друг с другом на поверхности в виде горы можно это сделать на столе и можно это сделать на полу в виде горы насыпать небольшой пол чтобы это все было перемешано и направить на полученную гору вентилятор или работающий фен для сутки волос что были мягкие бороды такие как песок они будут разбиваться не будут выдуваться в той очереди же прочный щебень он был более тяжелый он будет лежать на месте образовывая скалы и получится у вас процесс физического выветривания как ветер выдувает чуть ли у формы рельефа в наших горах 3 вариант моделирования вам предлагается это химическая выветривание здесь вам понадобится песок известняк щебень стакан с водой мы берем можно использовать пипет либо шпиц вам необходимо перемешать песок известняк щебень высыпать это на ровной поверхности в виде горы получится у вас гора из разных видов горных пород если мы будем набрать воды в пипетку и капать сверху на получившуюся гору что вы заметите в первую очередь гору надо будет расположить на каком-то пластмассовом разносе чтобы вода у нас никуда не попала то есть в данном случае вода будет разного намокать мочить песок она будет размывать известняк и это получается что стекающая вода первую очередь с горы будет темно-грязно-белый цвет здесь будет растворяться в воде и плюс песок будет размываться то есть таким образом мы выполним процесс химического ветренка если использовать в данном случае вместо пипетки шприц то воду через иголку можно сразу выливать в середину горы то есть иголку вставить поглубже в саму произвольную гору и выливать туда воду таким образом вы получите вымывание пещеры это те варианты моделирования процесса которые может выполнить каждый из вас я надеюсь у вас все получится желаю вам удачи до конца до конца до конца до конца